Салам алейкум, до стар. Продолжаем смотреть короткометражный фильм Глок, третья серия. Страсти накаляются. Посмотрим, посмотрим, как решится эта история. Ну, вы уже многие знаете, как. Салам алейкум. Кто это в начале был? 21 год. Добрый вечер, шеф. Как поживаешь, Арман? Как дела? Шукар, вашими молитвами. Как у вас? Сумки где? Сумок не хватает. Как не хватает? Две, как положено, я отправил себя Мартхуевым. Ты что, блядь, считать не умеешь? Должно это быть четыре? Нет, все правильно, шеф. Там две должно было быть. Ну, ладно, как скажешь. Что, шефа обманываешь? Алло, Гассики Ассомайкм. Шеф звонил. Недоволен, что всего половину получил. Вы же сказали, что все нормально будет. Так. Ладно, разберемся. И главное, не переживай, все будет нормально. Гассики, точно? Ну, точно, точно. Все под контролем. Классные переходы по кадру, по предмету. Дурак. Дурак. Хорошева! Федерал! Не подходи! Не подходи! Кто ты такой? Кто? Мы просто приехали с вами поговорить. Вы наш очень важный свидетель. Успокойтесь. Я не арестован. Что вы такое? Ни в коем случае. Мы сейчас к нам прокатимся. Ваши показания снимем. Леша. И доставим вас обратно. Хорошо? Все нормально. Точно. Точно. Даю слово. Хорошо? Успокойтесь. Успокойся. 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 Все нормально. Все нормально. Успокойся. 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 Ни в коем случае. Все нормально. Вы наш очень важный свидетель. Вы проходите по делу. Как свидетель. Нам нужны ваши показания. Мы их зафиксируем. И обратно вас вернем. Все в порядке. Арманчик, что происходит? Я не понимаю. У меня мужчину прямо на ходу забрали. Бузейки все закрыли. Говорят, все проходит по уголовному делу. И все конфисковывают. Что нам делать? Что делать? Дорогая, ты сильно не переживай. Хорошо? Я здесь все решу. Все будет хорошо. Давай. Не переживай. Шахц. Мент крутой. Арман Саматович. Вы остались один. Я ваш единственный друг. Поэтому давайте дружить. Если будете делать так, как я вам скажу, все у вас будет хорошо. Алло. Алло, шеф, здесь такое творится. Я в курсе. Ты, Арманчик, совсем заворвался. Самым умным сел, а сам не виноват. Нет. Налог на 300 миллионов скоро. А передал сколько? 300 тысяч. Подолжен был 5 миллионов. Бля, 5. Слушай, Арман, остальное где, а? Нехорошо так поступать с государством и руководством. Я же тебе как родному доверил. Шеф, я, я, я все исправлю. Давай, Арман, справляй, справляй. С Акимом начал работать. А про людей, которые тебя человеком сделали. Забыл, да? Нет, нет, но я же, я же наоборот, я же распоряжение Акима выполнял. Он субвенции увеличил, понимаете? Я о нас думал, наоборот. Я об области нашей. Аким так Аким. Ты сколько снял? Москвичей недоплатили около 10 миллионов. Почему полную сумму не читался? А с ПЗТМ что? По земле, блядь, ты совсем оборзел. С тебя долг 10 миллионов и еще 10 штраф свергнул. Итого 20 лямов зелени. Блядь, власть надо уважать. Я вас понял, шеф. Но такое я не потяну. Ну, тебе что, выбрест? Ты будешь платить. Алло. Алло, шеф. Алло. Блядь. Вот так вот. Понятно, кто там стоял в начале. Садь. Ты что, мне ничего не перепутал, сука? Это не моя камера. Выпусти меня. Это не моя камера. Алло. О-о-о. За тебя малява пришла. Говорят, ты уважаемым людям денег должен. Крысишь, значит. Деньги нужно отдать, чтобы спать спокойно. Откуда у меня деньги? Где я достану? У тебя на воле остались родные и близкие. Пусть они платят за тебя. Все, все, я понял, понял. Отвусти. Молодец. Быстро учишься. Ой, камера ошибся. Вейпи камеру. Да. Шеф, можно? Можно. Тут с комбинатом проблемы. Салом. Вообще, Тулембегин. Харыш? Халай, Тулембегин. Тулембегин. В полном объеме. Халай, в полном объеме. А харыш? Данных совсем нет. Предприятия крупные. Жалобы идут. Вей. Кым сэн сэн. Лезешь туда, куда не нужно. Сказал есть. Значит, есть. Возьми и личный вопрос мне задавай. Понял? Понял. Все, иди. Долбан. 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 Арман, а вы молодец. Такой грамотный специалист. Спасибо. И в экономике хорошо разбираетесь вашего региона? Слышал, председатель ваш уходит? И что? И что? Я здесь снова сработаюсь. А если не сработаетесь? Этот мужик тоже классно играет. А если мы вас сделаем, принципиателем? Я в Астане часто пересекаю с вашим начальством. Могу и за вас слово замолвить. А с чего это он будет вас слушать? Есть с чего. И бесплатно, конечно. Ну, я решу этот вопрос. От вас требуется только небольшая услуга. Там наш ГУК пять лет уже налоги не платит. Нужно, чтобы вы и дальше закрывали на этом и за. На, езжай. По этим материалам налоговую проверку проведешь. Да, тут ни на одно уголовное дело будет. Совсем обнаглели. Вообще ничего не боятся. Столько времени не платили. Первое. Неуплату не заметила. Второе. Поедешь по этому адресу, крутанешь небольшой штрафчик, а в остальном все нормально. Так это ж, это ж другая область. Я им что, девочка повызову? Пусть сами приедут на налоговую. Сядь! Ты поедешь, и поедешь не на ГУК, а к ним в офис, иначе увидишь, что он работает. А мы в упор ничего не видим. И убедись в офисе у них, чтобы все было в порядке. Так это ж не в порядке. Я что, должна слепой притворяться? Светлана Семеновна, в шестнадцатом году этого ГУКа вообще не будет, чертян. На банкротство не подадут. И все, концы в воду. Чего тут непонятного? Все, Ежи. А, кстати, там тебе передадут три сумки. Полсумки оставь себе. Остальное ко мне. Понял? Да, да. Поняла. Так бы сразу и сказать. Ну так вот дела-то делаются. Тут за тебя попросили. А у нас должен с председателя вашей области освобождается. Но мне надо быть уверен в тебе. Да-да. Конечно. Я во все готов ради этой должности. да? Как тебя зовут? Арман. ты знаешь, многие в этом кабинете так говорят. А без того, чтобы говорить, ты готов делать? А? Да. Я вас очень прошу. мне нужна эта должность. Ну, если так. Целуй. Простите, что? Ты же сказал, на все готов. Целуй. Это еще... Да не обрезгуй. Это не обрезгуй. Это же при Ионе. Целуй. Чего ж не соскочил-то? Ты же на все готов был. Молодец. 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 Здравствуйте, Арман Саматович. Вечер добрый. Какими судьбами оказались здесь? Да вот интересуюсь, почему этот ГОК не платит 10 лет налоги, а вы даже не расследовали. Ух ты! Будете указывать, как работать? Вы так украдены-то. 30 миллионов долларов. Сотрудников нет. Производства нет. Да если бы вы провели расследование... А вы пишите заявление. Мы примем меры. Уже написало не одно. А вы еще пишите? Раз уж я не отвечаю, пишите выше министерства, вакимат, прокуратуру, в конце-то конца. Бога побойтесь. Да пошел ты. Все тогда? Все свободны. Светлана Семеновна, Ербол, вы останьтесь. Так, что там у нас по ГОКу? А что у нас по ГОКу? Вы говорили, он еще пять лет назад должен был обанкротиться. Еще и я там наследила. Должен был. Топить их теперь надо. Вы же понимаете, средний бизнес нам нахер не нужен. Блин, они думают, налоги заплатили и все. Таким макаром мы скоро до Сингапура докатимся. Власть перестанут уважать. И будете жить на одну зарплату. Да на числе побольше, чтобы платить нечем было. Налоги за девятнадцатый, двадцатый годы они уже погасили. Даже за пятнадцатый год гасить начали. Думайте, Светлана Семеновна, думайте! У них же, это есть же, вроде редкоземые, да? Вот на них и на числе, якобы продали. Че есть? Они же их не вырабатывают. У них даже оборудования там нет. Да и во всем Казахстане нет. Да и самое главное, начисли. Миллионов на триста. И пусть дальше разбираются сами. И это будет уже основание для отзыва контракта, для банкротства и на новых инвесторов. Как вы не понимаете, мы для страны стараемся! Какие люди. Че-то вот тупик. Все, где работай. Че-то вообще прям погрязное. Ты уже свою пайку получила, так что... Ну, я кинул пуссу. Мир, утром. Мир, волчек, ты же в курсе, что скоро освобождается место моего за мной, да? Да. Но я должен быть уверен в тебе. Арман Саматович, можете во мне не сомневаться, я на все готов. Да все в этом кабинете так говорят. А ты готов делать? М? Не готов. Тогда целуй мои туфли. Конечно, это не бриемие, но ничем не хуже. Я не шучу. Власть надо уважать. Давай. Ну, не-ет. Ваш обед. Бля, что это такое, а? Почему она холодная? Это же есть невозможно. И вода с газом, бля. Я же тебе без газа просил. Сука, неси нормальную. Хуй еще, бля. Роман Саматович, там действительно все сложно. Да знаю я, что сложно. Передай, пусть продает все, машины, недвижимость, здесь, в Алматы, во Франции, в России, везде. Понимаешь, у меня 10 тысяч квадратов жилплощади. Неужели не хватит, а? Мне срочно нужны деньги. Очень срочно, брат. Хорошо. Я вас понял. Все передам. Передай. Мне кажется, вообще всем плевать на тебя. Алло. Алло. Шеф, вам передали 7. Ты же понимаешь, что этого мало. шеф, аликей, я все закрою, как только выйду. Сейчас создали комитет финансового мониторинга. Сам нам следил. Ты мне как отчитывался? 60 миллиардов в год у вас в области обналичивали. А на самом деле, 200 миллиардов прошло. Ну? Получается, за 140 миллиардов не отчитался. В общем, с тебя еще плюс 10 лямов к той двадцатке. А? Да, понятно, почему он хотел прыгнуть. О! Добронравых этот надоел. Ходит и ходит. Садок. А пусть ходит. Мешает, что ли? Нет, ну ладно, он ко мне ходит и к прокурору. А чего он тебе ходит? И чего хочет? По налогам все. Мол, страну обделили, кок разорили, людей разогнали. Не понимает, козел, что для страны, для них же стараемся. Через пару лет польза области от этих инвесторов было. Они объясняют, что ты скажешь. Да? Конечно. Нормально. А пойду потанцую с твоей женой. Пойдем? А кстати, карагандинских боевиков оправдали, снизили до самоуправства. Ну, это хорошо. К сожалению, у ребят не получилось, да? Ну, а теперь ты давай начинай. Давай мешай, проверяй, не принимай у них налоги, работай с россиянами, лучше им начмори их по полной. Да, сяки, я за полгода этому ГОКу им, партнерам, уже девять проверок назначил. Ну, и результаты есть? Ноль. Все чисто. Тварь оконченная, налоги платят все вовремя. Ну, так назначаем десятую проверку. Да президент-то не разрешает больше одной. Да? А он тебе об этом сам сказал. То президент? Ну, нет, конечно. Во! Вообще-то мы это начислили, миллионов двести семьдесят за НДПА, за редкоземы, которых у них нет. Ну, как это нет? Так они и платить не будут? Полезут разбираться? Да пусть и разбираются. Суд-то давно уже одобрил башкирского директора. А ему как раз этот ГОКу как кость в городе. Чувствую, что они будут долго разбираться. А это как раз вам развяжет руки. Вы, наконец, отзывете контракт за метропольсованием и передадите другим инвестам. А ты молодец, Арман. Это же святой долг поднимать экономику нашей страны. Увеличим субвенцов государства. Все будет в шоколаде на каждый миллион. Еще четыре бюджетные сверху. Да, за живет область. А ты знаешь, сколько за это берут? А вот. Но для родины ничего не жалко. Асвеки, давай выпьем за Казахстан, а? Давай. За родину. Давай. Стоя. Точно. Эй, включи гимн. Давай. Гимн, гимн. Погромче. За вас. За тебя, Арман. Я так. Наш департамент работает в полную силу, но тем не менее многие компании умышленно пытаются уйти от налогов. И это очень негативно сказывается на экономике страны. Чтобы государство развивалось не дальше ударными цепками, я лично предложил ужесточить наказательство. Блин. Как это забавно все, а? Вот так вот выходит. У меня тут материалы есть на Акима, на вице-министра, да еще на половину областной элиты. Если я вам это передам, меня под подписку выпустят, нет? Под подписку говоришь? Конечно, выпустят. Что там у вас? еще документы есть подтверждающие. Если надо будет, можно сюда привезти. Прекрасно, Арман Самотович. Нам это как раз пригодится. Наконец-то мы с вами подружились. Рука! Открывай! Эй! О, какая крыса к нам пожаловала. Да еще с такой метлой, за которой не следит. Сейчас перевоспитывать тебя будет. Не вот ради! Не вот ради! Не вот ради! Ай, блядь! Отпусти, блядь! Сука! Ай! Блядь! Пласть надо уважать. Эх, жёстко. Классная серия. Про чувака из налоговой. Который взлетел, поднялся, стал человеком. И вмиг отпустился. До самых-самых низов. Поднялся, конечно, он тоже грязный, некрасивый. Но такой у него был шеф, он был правильным. Но классная вообще серия. Вообще прям хорошо знакомят с персонажем. Началось с того, что он своего же шефа обманывает. Связался там с каким-то другим типом. С Акимом. И понятно стало, почему он хотел прыгнуть. Потому что он конкретно просто закопался, зарылся просто в этом дерьме. Полицейский классный. Вот на него смотришь и не можешь понять. Вроде бы он хороший, но по-моему он всё-таки плохой. Вообще, короче, особенно в конце, когда он дал документы. Я такой думаю, так. Ты, блин, не поймёшь тебя. Вот что значит, что вы подружились. В итоге нифига, не надо было ему всё давать такие документы. Эй, дурдом. Короче, капец, как много денег он ещё должен. Кошмар какой-то. Очень классно то, что показали предысторию. Вот как раз таки там 2008 год, 2017 год. И классно то, что показали, как ему предложили в итоге подняться. Блин, ну камон. Вот всё-таки он был глупым. Таким и остался. И во многом, конечно, он вроде хотел походить, быть похожим на шефа своего. Также вот про налоговую эту. То, что там женщину эту, Светлану, хотела отправить. Это напомнило, считай, разговор. И встреча вот с этим, я не знаю, кто это был. Ну, короче, власть. То, что он целовал ботинок. Это супер, конечно, унижение. Но сказал, что на всё готов. Вот и проверка, на всё ли ты готов. И также он повторил, считай. Опять же, хотел быть похожим. Хотел, ну вот власть, он почувствовать это хотел. Предложил целовать ботинок этому, помощнику своему. И тот тоже писанулся. Жесть, ну просто кошмар какой-то. Ужасная сцена и очень крутая в то же время. Да и вообще, весь этот, вся эта серия очень крутая. 20 лямов, представляете? Найти 20 лямов. По-моему, 20 же. Это кошмар какой-то. Очень понятно, кто там. И ему ещё плюсанули бабки. Типа он так надыбал там, сколько? 7. Ну ещё нужно. И он тут ещё вспоминается сцена, то, что он сидел с Акимом там. Это жена, как раз его было. Ну кому? Ты на кой чёрт со своей женой идёшь на такие встречи? Не знаю. Тоже вообще просто капец, как стрёмно. Ну... Просто лошар какой-то. Это тот тип, тот самый крайний, как будто бы. Знаете, то, что нашли дурачка, вот и всё. На него можно списать. С него можно бабки сейчас ещё трясти. За все эти косяки. Он ещё и решил какие-то данные слить. Жесть. Просто кошмар. Ну что за дурак. Очень, очень, очень крутой короткометражный фильм. Буду советовать. Буду советовать своим друзьям посмотреть, сколько стоит Родина. Огромный респект вообще всем создателям, всем, кто участвовал, режиссёрам, сценаристам, актёрам. Ну, актёрская игра просто замечательная. Вообще тут всё очень круто. Классно. Тут надо, короче, как мне кажется, ребятам снимать полный метр. Мне кажется, у них получится очень круто. Есть и короткометражка такая классная, аж на 4 серии. Она, по сути, как один большой полный метр. Вот. Ну, короче, я думаю, у них всё получится. Надо по-любому. А может и есть, конечно, я не знаю. Надо прочекать Аллашасу Баева. Как вам реакция? Чё скажете? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.